Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы рассказать об альтернативной системе счёта музыкальных ритмов Data Academy. Лично мне она помогает достигать различных целей в занятиях музыки. Чтобы понять, о чём идёт речь, давайте вначале рассмотрим, так сказать, классическую систему счёта ритмов, которую я, конечно же, тоже использую. Если вам эта информация знакома, пожалуйста, не переключайтесь. Вы можете либо дальше смотреть, либо перейти по тонкоду в описании, потому что это действительно очень интересный и познавательный ролик. Итак, многие из нас помнят классическую систему благодаря урокам музыки в школе. Будем рассматривать её двигаясь от длинных нот к более коротк. Нота, именуемая как целая, длится на протяжении периода времени, который условно просчитывается как 1, и, 2, и, 3, и, 4, и. Нота по длительности в два раза короче называется половиной, длится 1, и, 2, и. Четвертная длится 1, и. Эта информация всем очень знакома, поэтому не будем углубляться. Хотел бы сказать то, что работая по этой классической системе, я столкнулся с разного рода неудобствами. Хотел бы выделить три ключевых момента. Первое. Лично мне трудно улавливать такие ритмы, как шафл, свинг, триольные и другие ольные пульсации. Также для меня было нелегко выделять синкопы. Ну и в классической системе счета ритмов тяжело идентифицировать и запоминать особенности ритмических рисунков. А у меня есть такое хобби, я коллекционирую ритмические рисунки, которых уже несколько десятков имеют. Однажды, просматривая видео на канале Study Music, я больше узнал о других метрических системах. Выбрал наиболее подходящую и немножко видоизменил ее под себя. Это помогло мне преодолеть три неудобства, которые я упомянул выше. Эта система базируется на двух ключевых длительностях. Первая из них это четвертная, которая идентифицируется ритмослогом «да». Соответственно, все ноты, которые длиннее нее, звучат как протяжная «да». Например, если четвертная звучит как «да», то половина будет звучать как «да». Половинная с точкой как «да» и так далее. Четверть с точкой я немножко приглушаю в конце, чтобы было легче отделять ее от половины. «Да». Вторая из основных нот – это восьмая. Она идентифицируется ритмослогом «та». Если идет восьмая, отдельно возьмем, к примеру, рисунок «восьмая пауза», «восьмая пауза», «восьмая пауза», то это будет звучать так. «Та», 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 «та». Если идет несколько восьмушек подряд, это идентифицируется ритмослогом «така». «Та», «ка», «та», «ка», «та», «ка», «та». Дальше идут шестнадцать. Их можно просчитать, используя ритмослог «такадимий». «Такадимий», 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 «такадимий». Ну и дальше триоли. Должен сказать, что с помощью этой системы их различные разновидности очень легко научиться улавливать и просчитывать. Стандартный триоль, то есть мы берем, что четверть, то есть триоль, соответственно, три восьмушки. Звучит так. «Таки-та», 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 «таки-та». Теперь давайте рассмотрим различные его конфигурации. Предположим, что первые две восьмушки у нас слились в одну четвертную. Тогда получается, что первый слог «та» будет протяжный. «Та-та-та», «та-та-та-та». Теперь давайте рассмотрим такой вариант, когда вторая и третья восьмушки слились в четвертную ноту. Тогда получается, что средний слог «ки» будет более протянутым. «Таки-и», 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 «таки-и». Теперь рассмотрим триоли с паузами. Представим, что вместо второй восьмушки у нас пауза такой же длительности. Тогда это будет звучать так. «Та-та-та», «та-та-та», «та-та-та». Перенесем паузу на место третьей восьмушки. Тогда это будет идентифицироваться такая ритмическая фигура ритмослогом «таки». «Таким», 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 «таким». И последний из ритмических фигур – это когда на месте первой восьмушки находится пауза соответствующей длительности. Чтобы просчитать этот ритм, лучше понять, давайте вначале целый триоль просчитаем, а потом будем уже этот ритмслог «ки-то» считать. «Та-ки-то», «таки-то», 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 «ки-то», 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 и так далее. Как видим, все очень просто. Давайте теперь перейдем к синкопам. Я выбрал довольно простую фигуру в размере 4 четвертых, которая длится на протяжении целого «така». Как видим, на первую долю у нас есть четверть, которая длится раз «и». На два у нас вступает восьмая нота. И на «и» после двойки у нас начинает звучать половинная нота, которая длится аж до четверочки. И в конце «такта» на «и» после четверки вступает восьмая. Интересная такая контрастная фигурка. Потому что у нас половинная нота окружена с обеих сторон восьмушками, которая в 4 раза короче под длительность. По системе «датакадиме» это будет звучать как «да-та-да-та». Давайте просчитаем это будет так. «Дата-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та». Таким образом можно идентифицировать для запоминания любой ритмический рисунок. Мне лично эта система очень нравится. Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях, какого вы от нее впечатления использовали бы или нет. Мне очень важен ваш фидбэк. Оцените также, пожалуйста, этот ролик, потому что я стараюсь прикладывать усилия и тратить свое личное время, чтобы создавать такие видео. Ну и чтобы не пропустить новые ролики, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо, что просмотрели это видео до конца. До новых встреч на YouTube! Субтитры сделал DimaTorzok